Добрый вечер, дамы и господа. Глава российской оппозиции Светлана Пьюнова в своем письме к президенту Соединенных Штатов Обами высказала резкую критику о роли Запада в перевороте в Украине. Лидер партии «Воля», которая критикует политику Путина, потребовала в открытом письме от главы американского государства немедленно прекратить борьбу за нобылые территории и ресурсы под маской продвижения демократии. Приводим некоторые цитаты из ее высказываний в письме. «Я считаю, что со стороны вашего государства под видом демократии имеет место вмешательство во внутренние дела Украины. Следует срочно проверить, достойно ли доверие, и действительно ли стоят за волю народа руководители оппозиции на Майтане. Ведь оппозиционеры – это люди, явно обученные в специальных лагерях, как и лидеры других цветных революций. Следует далее. «Мы считаем, что Кличко, Яценюк, Тягнебог и прочие ничего общего с народом Украины не имеют». Такое заключение делают российские политики и добавляют. Лидеры Майдана не скрывают, что их деятельность финансируют различные институты, департаменты США и страны ЕС. Партия Кличко «Удар» была создана немецким фондом Коннорда Аденава и получает денежную помощь от Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию ЮСАИД. Далее Пионова пишет о том, что крупные учреждения США направлены на продвижение демократии, такие как Национальный фонд в поддержку демократии, Международный республиканский институт США были также задействованы финансированием насильственного свержения украинской власти. И открытое письмо Обаме российская политика-оппозиционер оканчивает ясным обращением. Вводя войска или продвигая своих ставников на власть, вы добиваетесь новых территорий и ресурсов. Украина граничит с Россией. Гражданам России давно известны претензии Запада на территорию нашей страны. И я считаю, что Украина – это лишь очередной шаг к границам России и к достижению вашей цели мирового господства. Дорогие дамы и господа, как правило, в наших новостях такие высказывания порочат, как пропаганду из лагеря Владимира Путина. Однако это письмо – наглядное подтверждение тому, что также из кругов его противника слышится та же молва. Создайте сами себе самостоятельно картину происходящего и следите за выпуском новостей на Клягамала ТВ.